Друзья, ситуация, о которой я хочу рассказать вам очень странная и даже грустная. Это история о том, как мелочные человеческие качества взяли верх над объективностью и благоразумием. Это история о том, как на наших глазах официально переписывают историю Black Sabbath, преувеличивая вклад одного состава в ущерб другим. Поехали! Все началось с того, что прослушивая альбомы Black Sabbath эпохи Тони Мартина, я решил уточнить некоторые нюансы. И с этой целью зашел на официальный сайт коллектива. Каково же было мое удивление, когда я не обнаружил на нем и тени работ не только с Мартином, но и с Гленом Хьюзом, Яном Гиллоном и Рони Джеймсом Дио. В дискографии присутствовали только пластинки с Ози Осборном. Остальные как будто просто не существовали. Мало того, оригинальный ударник коллектива Билл Уорд был удален со всех фотографий, как использованных в оформлении сайта, так и выложенных в разделе галереи. Единственная возможность увидеть всех четырех оригинальных музыкантов вместе сохранилась только в разделе история, о котором стоит сказать несколько слов отдельно. Согласно безымянному автору, всего произведения у Black Sabbath после ухода Ози Осборна было три альбома, высоко ценящихся только хардкорными фанатами. И дескать, когда все было сказано и сделано, классический состав не мог быть превзойден. И автора совершенно не смущало, что Black Sabbath 70-х и 80-х это несколько иная музыка. Но да ладно, для нас с вами важен тот факт, что на сайте нарочито избегается любое упоминание об успехе коллектива после увольнения Осборна. Всему периоду, длиной в 17 лет, уделен всего один абзац. И никакого упоминания о музыкантах, работающих с группой в эти годы. Такого свинства я не встречал ни на одном официальном сайте и ни у одной группы больше. И если бы это был ресурс дайхард фанатов ранних Сэба, то это можно было бы понять и простить. Но когда официальный портал позволяет себе столь неуважительно относиться к своему прошлому и людям, помогавшим удержать в свое время коллектив на плаву, это вызывает отвращение. Впрочем, и по отношению к поклонникам это было весьма наплевательски. Ведь далеко не все были почитателями оригинальной четверки, многие пост-Осборновские работы коллектива были тепло приняты публикой, а иные даже обрели статус культовых. Но после никому особо невыгодного Рьюниона, еще в конце 90-х, Шерон Осборн, кто и среди она, начала перекраивать историю Сэббет на свой лад. Когда вечные обиды, неприязнь и просто законы шоу-бизнеса заставляют забыть о человеческом отношении и заниматься подтасовкой фактов, в угоду нынешней официальной политике группы. В инстаграме Блэк Сэббет тоже выкладывают материал исключительно эпохи Сози, остальных как будто и не было в группе никогда. Но давайте поговорим о человеке, без которого Блэк Сэббет закончился сразу бы после увольнения Оззи Осборна, Ронни Джеймси Дио. К моменту знакомства с Тони Айоми, музыкант был уже достаточно известным в шоу-бизнесе, как по совместной работе с Ричи Блэкмором и его культовым Рейнбоу, так и по своему коллективу Альф. Занятно, что в начале своей карьеры в этой группе, Дио исполнил вместе с коллективом кавер на композицию Блэк Сэббет Вар Пикс. Не менее интересно, что Айоми познакомился с Дио благодаря Шерон Арден, будущей супруги Оззи Осборна. На тот момент девушка, правда, не знала о своей будущей нелёгкой судьбе. Случилось это на вечеринке, устроенной её отцом, всемогущим Доном Арденом. Тони с подачи Шерон познакомился с Ронни и сразу заявил музыканту, что находится в ужасной ситуации и не видит другого выхода, как полностью перезапустить коллектив. Айоми поинтересовался, не хочет ли Дио попробовать себя в качестве вокалиста Блэк Сэббет. Ронни был заинтересован, но потребовалось ещё несколько месяцев, прежде чем музыканты действительно собрались вместе. Поскольку ещё долго Батлер, Ворд и Айоми не знали, что им делать с Ози, продолжать ли попытки совместной работы или окончательно расстаться. Наконец, когда все точки над И были расставлены, Айоми предложил своим коллегам попробовать в качестве вокалиста Дио. Спустя несколько дней Тони пригласил Ронни на репетицию, где вокалист познакомился с басистом и ударником, а затем музыканты сыграли вещь, над которой Блэк Сэббет работал ещё до увольнения Осборна, Children of the Sea. И Дио буквально за считанные минуты придумал на рифовую структуру Айоми вокальную мелодию. Затем музыкант попросил ещё немного времени и написал текст. После музыканты исполнили композицию уже с новой вокальной линией и лирикой. Всем стало очевидно, что новый союз будет крайне плодотворным. Как позднее отметят Айоми, Дио всегда писал вокальную линию, в то время как Ози предпочитал просто петь по гитарному рифу. Участники Блэк Сэббет были сильно впечатлены и попробовали ещё одну новую вещь Lady Evil, которую Дио сразу же спел. Однако, несмотря на такой большой прогресс, бас-гитарист коллектива Geyser Butler принимает решение покинуть группу. У музыканта были большие сложности в личной жизни и он больше не мог закрывать на них глаза. Butler отправился домой. Надо сказать, что когда в группу пришёл Дио, музыканты пытались восстановиться после алкогольных запоев и употребления наркотиков. Айоми вспоминает, что они были в ужасном состоянии, так что когда они увольняли Ози, как признаётся Айоми, с таким же успехом можно было уволить и каждого из них. Тем не менее, музыканты хотели восстановить свои позиции и когда появился новый вокалист, это дало коллективу возможность расширить собственные музыкальные горизонты и сделать шаг вперёд. Ронни, признаётся Айоми, был идеальной кандидатурой для осуществления подобных целей, поскольку был профессиональным вокалистом и не относился к работе так, как это делал Осборн. После ухода Батлера временные обязанности бас-гитариста взял на себя Дио, и работа над альбомом продолжилась с новой силой. Через некоторое время Тони привёл в коллектив нового участника Джеффа Николса из коллектива Quartz на вакантное место бас-гитариста. Впрочем, ранее Николс выполнял роль второго гитариста во время работы над студийным материалом. В обновлённом составе музыканты начали работать над композицией, которая в скором времени получит название Heaven and Hell. Трек, над которым Тони работал уже какое-то время. Айоми проиграл Ронни Рифф, а тот сразу подобрал подходящую вокальную мелодию. Полученный результат удовлетворил обоих. Неожиданно для всех Дио стал новой движущей силой группы. Вместе с Айоми музыкант образовал отлично слаженный творческий тандем. Идеи, которые предлагал Дио, были яркими и свежими, благодаря чему музыкант помог поднять Black Sabbath из той плачевной ситуации, в которой находился коллектив в последние годы работы с Осборном. Как признался Айоми, он осознал, что последние несколько лет коллектив по большому счёту ленился. Ему нравился тот творческий энтузиазм, что происходил с Black Sabbath прямо сейчас. Дио бросил ветеранам группы вызов, и в результате Тони почувствовал, что Black Sabbath становится всё более крепкой и профессиональной группой. Все были рады прогрессам над новой пластинкой, за исключением одного человека. Дона Ардуна, менеджера коллектива. Он явно дал понять, что музыкантам необходимо вернуть в группу Оззи Осборна, и что ему не нравится Ронни Джеймс Дио в качестве вокалиста Black Sabbath. Однако коллектив проигнорировал его просьбу, поскольку было видно невооружённым взглядом, что между участниками возникла настоящая творческая химия. Тогда в отместку Арден вывез всю арендованную мебель из дома, которые снимали Уорд и Айоми. Очень взрослый поступок, не правда ли? Тони, понимая, что ситуация в дальнейшем только ухудшится, принимает решение минимизировать контакты с Арденом и двигаться дальше. После небольшого брейнсторма, Black Sabbath решает, что настало время для перемен. И спустя несколько недель музыканты переезжают из Лос-Анджелеса в Майами, где арендуют дом, принадлежащий фронтмену Bee Gees Барри Гиббл, и продолжают работу над пластинкой. Для ускорения процесса Дио привлекает к участию своего старого приятеля, бас-гитариста Крейга Грубера. Музыканты вместе играли сначала в Эльф, а потом в Рейнбоу. Джефф Николс сменяет амплуа и становится клавишником коллектива, пятым призрачным участником. Но недолго длилось это счастье, в скором времени о своем желании вернуться в группу заявляет Гизер Батлер. Музыкант вполне успешно решил свои личные проблемы и вновь был готов окунуться с головой в творчество. Через несколько недель после его возвращения работа над альбомом была закончена. У Дио был более широкий вокальный диапазон, да и как артист он был более ярким и театральным, по сравнению с Ози Осборном. Да и как личность Ронни считал, что труд всему голова, и что только им можно добиться поразительных результатов. Дио приходил в студию раньше всех, в то время как его коллеги постоянно опаздывали. Айоми считает, что стремление Дио усердно работать отчасти положительно отразилось и на других музыкантов. Ронни вдохновлял их своим примером и заразил собственным энтузиазмом. Так что все вплотную сосредоточились над новым релизом группы. Альбом Heaven and Hell увидел свет 25 апреля 1980 года. Пластинка оказалась невероятным успехом для группы. Вокал Дио прекрасно сочетался с новой музыкой сэбботов, это не было повторение пройденного. Это было что-то совершенно иное, но при этом до боли знакомое. Коллектив вновь расправил крылья, забыли в предыдущие пять упаднических лет и две творческие неудачи в лице Technical Ecstasy и Never Say Die. Оззи Осборн, надо сказать, опешил от такого напора своих бывших коллег. Тони Айуми продемонстрировал одну из лучших своих гитарных партий в композиции Heaven and Hell и закрывающей часть Lonely is the World. Гизер Баттер считает, что этот альбом так же хорош, как и первые шесть. Новый вокалист, богатая мелодика и фантастическая лирика, пронизанная мистицизмом, покорила слушателей. Тони Айуми заключает, что Heaven and Hell прекрасно прошел испытания временем. Альбом стал одной из лучших музыкальных записей коллектива. Есть, конечно, говорит музыкант, люди, которые утверждают до сих пор, что Black Sabbath это Оззи. Но есть и немало слушателей, для которых проводником в мир тяжелой музыки стал именно Heaven and Hell, да и крайним работам самих Sabbath. Таким образом, утверждает Айуми, он сыграл огромную роль в том, чтобы дать группе долгую карьеру. Впоследствии многие забудут, что когда Диво решил присоединиться к группе, Black Sabbath в прямом смысле были на дне. Закат так называемого классического состава Black Sabbath окончательно оформился к 1978 году. Нескакими месяцами ранее Оззи Осборн решил покинуть группу и попытался собрать собственный коллектив. Тони Айуми вспоминает, что прошло всего лишь три дня, как группа приступила к студийной сессии, как Оззи неожиданно связался с музыкантами и заявил, что хочет вернуться. У коллектива к тому времени уже были готовы композиции, написанные под нового вокалиста Black Sabbath Дэйва Уокера. Но в итоге музыканты приняли решение расстаться с ним. Может быть и стоило сказать Осборну нет, но музыканты тогда сильно переживали и не были готовы к такому радикальному повороту событий. С Уокером музыканты ощущали себя несколько по-иному, чем с Оззи. К тому же скоротечный Рьюнион позволял Black Sabbath пытаться продолжить свою карьеру. Но внезапно возникли проблемы. Тони Айуми вспоминает, что Оззи не смог спеть ни одну из композиций, что написали музыканты. Это было настоящим кошмаром, поскольку у Black Sabbath было забронировано студийное время в Торонто. У музыкантов не осталось выбора и они приняли одно из сложных и непростых решений в своей карьере. И отказались от готового материала. В результате чего оказались в безумной ситуации, когда им пришлось написать целую кучу новых песен. Причем происходило это так. Утром музыканты сочиняли композицию, днем ее репетировали и записывали ночью. Так что не стоит удивляться конечному результату. У музыкантов не было времени даже толком подумать. Все свободное время было забито работой над пластинкой. К тому же музыканты злоупотребляли легкими наркотиками, по причине чего довольно часто не могли сосредоточиться. Им пришлось отказаться от многих сеансов на студии. В итоге Black Sabbath потратили около пяти месяцев на запись этого хаоса, который получит название Never Say Die. Реакция критиков и поклонников была, мягко говоря, неблагосклонной. Следом за провальным альбомом последовал не менее неудачный тур. Black Sabbath демонстрировали раз за разом, что музыканты находятся в плохой форме. Становилось очевидно, что если не принять что-то радикальное, то на группе можно смело ставить крест. Тони Айо вспоминает, что те времена были с избытком наполнены различными сомнительными веществами, что обостряло и без того напряженные отношения между участниками. Препараты брали верх над здравым смыслом, но худшим из них в то время был Оззи Осборн. Даже по сумасшедшим стандартам Sabbath вспоминает, а Йоми вокалист был возмутительным. Помимо того, что тур оказался одним большим разочарованием, Black Sabbath крайне негативно влияли на разогревающих их в этих гастролях Ван Халлен. Дэвид Лирот вспоминает, что Sabbath потакали их аппетитом к алкоголю и наркотикам. После музыканты все-таки постарались взяться за ум, однако Осборн не собирался успокаиваться и продолжал разгульный образ жизни. Становилось понятно, что группа не сможет нормально функционировать с вокалистом, которому давно интересуют не творчество, а совсем другие вещи. К тому же лейбл Black Sabbath постоянно спрашивал, как продвигается работа над новым альбомом. И Тони Айоми каждую субботу приходилось врать, что все потихоньку движется. В то время как на самом деле музыканты не видели своего вокалиста практически 6 недель. А все свободное время проводили за алкоголем и веществами. Желания писать новые композиции без вокалиста у них не было. В итоге первым вопрос о целесообразности работы с Осборном поднял Айоми. Тони вспоминает, что потом Оззи будет обвинять его в том, что он подтолкнул всех к принятию своего решения. Но на самом деле у музыкантов просто не осталось выбора. В итоге о принятом решении вокалисту сообщил Билл Уорд, поскольку у него были наиболее близкие отношения из музыкантов с Оззи. Оззи был уволен 27 апреля 1979 года. И если Heaven and Hell был более светлым альбомом, то последовавший за ним Mob Rules намного мрачнее. Многие поклонники считали второй альбом простым продолжением первого. Несмотря на некоторое искусство, между ними эти две пластинки являются совершенно индивидуальными работами с очень разными качествами. Heaven and Hell это мелодичный, немного даже мягкий альбом с эпическим настроением местами. Заглавная композиция – одно из лучших произведений группы в целом. Трек «Die Young» – это великолепный гимн с нотками трагизма, энергичный, скоростной и мелодичный. На альбоме группа обрела словно второе дыхание. На Mob Rules музыканты развивали и переосмыслили то, что открыли на предыдущем для себя релизе. Все зазвучало на порядок сильнее, гораздо убедительнее и приятнее. Mob Rules в итоге получился более тяжелым и темным альбомом, более грязным и злобным, необычным и интересным. Свою роль сыграла в этом замена ушедшего Белла Ворда ударником Винни Аписи. Сказалось и влияние Мартина Бёрча, именитого продюсера, работающего со многими музыкальными монстрами. Например, Iron Maiden. К тому же Тони Айоми сделал свою исполнительскую технику более актуальной и отвечающей духу времени. Не исключено, что на него повлияла работа Рэнди Роудса у Ози Осборна. Как часто бывает, несмотря на успех нового состава, внутри группы постепенно стало нарастать напряжение. В отличие от пассивного Осборна, не интересующегося ничем, кроме развлечений, Дио постоянно пытался держать все под контролем и потихоньку стал претендовать на лидерство в коллективе. Что не могло понравиться Тони Айоми и Гизеру Батлеру. Окончательное отношение между участниками обострил концертный релиз Life Evil. Black Sabbath вынужденно приступили к его записи, чтобы противостоять выпущенному без ведома музыкантов, бывшим менеджером коллектива концертному альбому Life at Last, состоявшему из живых записей раннего периода группы. Поклонникам, впрочем, релиз понравился, но музыканты знали, что они могут сделать запись намного лучше и приступили к работе. Однако выход концертного альбома группы был подорван аналогичной по содержанию живой пластинкой от Ози Осборна Speak of the Devil. Название было идиомой, означающей лёгок на помине. В Великобритании он получил, кстати, название Talk of the Devil. Это была местная идиома, означающая то же самое, что и американская. Поклонники коллективов должны были сделать свой выбор, кто же лучше, поскольку трек-лист был достаточно схожим. Утверждали, что Ози пошёл на это против своей воли под давлением лейбла. Мол, музыкант почувствовал, что ещё слишком мало времени прошло после смерти Рэнди Роудса, чтобы выпускать концертный релиз с ним. Ози боялся, что это будет интерпретировано слушателями, как попыткой нажиться на имени музыканта. Поэтому в новом концертном составе Ози арендовал на несколько ночей Ритц в Нью-Йорке и записал концерты в качестве живого альбома. По легенде, он отослал записи лейблу и не участвовал в микшировании. Надо сказать, что позднее Осборн убрал этот концертный альбом из дискографии и не планировал его к переизданию. Очень по-идиотски выглядит ситуация, из-за которой Дио покинул группу. Айоми и Гизер внезапно решили, что Дио без их ведома проник ночью в студию и вывел в миксе вперёд свой вокал на концертном релизе Life Evil. Дио обиделся. Достаточно просто обратить внимание, как звучит вокал на сольных работах Ронни, чтобы понять, что причина была надуманной. Позднее оказалось, что Айоми и Гизер получили ошибочную информацию от звукорежиссёра. К моменту выхода пластинки в январе 1983 года Дио и Апи Си покинули группу. В качестве мести на пластинке вокалист был указан не как Ронни Джеймс Дио, а просто Ронни Дио. После того, как Ронни Джеймс Дио ушёл из группы, Black Sabbath, по признанию Тони Айоми, достигли самой низкой точки в своей карьере. Несмотря на то, что музыканты записали новый альбом Born Again с легендарным вокалистом Deep Purple Яном Гиллоном, положительных отзывов новое творение не получило. Лишь по прошествии многих лет пластинку по достоинству оценили, и она приобрела культовый статус. Между тем, сольная карьера Дио была не в пример удачнее его бывших коллег, так что внезапно состоявшийся реюнион музыкантов в начале 90-х стал неожиданностью для всех. Началось всё с того, что Гизер Батлер посетил концерт Дио в конце августа 1990 года и после выступления пообщался с Ронни. Бас-гитарист завёл разговор о новом возможном совместном альбоме с Black Sabbath, но оговорил, что если этот проект состоится, то хотелось бы избежать фэнтези как такового, нужно попробовать сделать что-то новое. Первоначально речь шла об контракте на один альбом и туре в его поддержку. Примечательно, что штатный на тот момент вокалист Black Sabbath Тони Мартин был не в курсе об этой ситуации, и впоследствии был практически поставлен перед свершившимся фактом. Вновь собравшаяся тройка музыкантов, работавших на Дмобрус, при поддержке ударника Кози Пауэлла приступила к записи нового материала, получившего название The Humanizer. Интересно, что существует версия этого альбома с вокалом Тони Мартина. Дело было в том, что Дио внезапно в течение очень короткого срока, после того, как запись вокала была уже закончена, решил покинуть Сэббет. Причиной тому послужил затяжной конфликт между вокалистом и ударником Кози Пауэллом. В свое время им уже довелось работать в Рейнбол, и уже тогда они не ладили. В Сэббет старые раны вновь дали о себе знать. Позднее, как признался Айоми, он и сам не знает, почему настоял в то время на кандидатуре Кози Пауэлла, хотя прекрасно знал о их конфликте с Дио, в то время как сам вокалист пытался пролоббировать Саймона Райта. И тогда музыканты срочно рекрутировали обратно спешно уволенного Тони Мартина для перезаписи вокала и выпуска альбома с ним. Поскольку Дио вряд ли бы разрешил выпустить пластинку с его лирикой, но без своего участия дело бы закончилось никому не нужным судебным разбирательством, и Тони Мартину пришлось заняться и переписыванием текстов. Но затем в группу вернулся Дио, и Мартина вновь попросили. В том времени музыкант записал все партии. По стечению обстоятельств из-за несчастного случая Сэббот покинул Кози Пауэлл и на его место был рекрутирован Винни Аписи. Четверка, записавшая Мопрус, снова была вместе. Духуманайзер, по всей видимости, был попыткой музыкантов стать более актуальной с учетом новых музыкальных направлений. Невооруженным глазом были заметно согласованные усилия участников проекта по дистанционированию новой пластинки от прошлых двух. Наиболее ярко это видно по музыкальному материалу. Музыкальное полотно стало более разнообразным и с более приземленными по сравнению с Мопрулс текстами. По-настоящему тяжелый мрачный гитарный звук с лирикой, отражающей реальную жизнь. Тони Айоми наконец-то перестал пытаться конкурировать с металлическими группами 80-х. Возможно, это Дио предложило ему расслабиться и просто быть самим собой. И музыкант наконец-то заиграл ту самую музыку и вернулся к корням из собственной индивидуальности. Не исключено, что Айоми просто устал после ряда коммерческих и критических неудач в безвремени наступивших после ухода Дио. И хотя и Born Again, и Seven Star, и целиком эпоха Тони Мартина были прекрасными, они не нашли большого отклика в сердцах у публики. Воссоединившись вторым составом Black Sabbath эпохи Дио, музыканты по всей видимости рассчитывали с новой работой влиться в современную сцену тяжелого металла. Дио использовал свой вокал по максимуму и складывается впечатление, что Тони Айоми был под большим впечатлением от альбома Woodguard Display of Power «Panthera». Поскольку в музыке Сэббот на этом альбоме чувствовалось некоторые параллели и даже прямое влияние, как например в композиции Bored Alive. Забавно, насколько разные альбомы записал тот же состав, что и в свое время работал над Bob Rules. Дио по сравнению с прошлыми работами в Black Sabbath запел в более жесткой, суровой манере. Вокал на The Humanizer звучит как никогда зло и ядовито. Многие были потрясены новой вокальной подачей. Да и группа, повторюсь, стала сама более тяжелой и жесткой, отличное сочетание скорости и мощи. Некоторым, впрочем, показалось, что на The Humanizer Дио переборщил с отвращением к человечеству. На пластинках всего лишь соответствовало духу времени и было отражением напряжения в группе царившего между ее участниками. Все держалось буквально на ниточках и в один момент закономерно и неизбежно рухнуло. Финалом для воссоединившейся четверки времен Bob Rules стал злосчастный фестиваль в Коста Мессе. Дело было в том, что в 1992 году Оззи Осборн объявил о своем уходе со сцены и завершении карьеры по причине здоровья. Музыкант попросил старых коллег из Black Sabbath открыть два его выступления на Коста Мессе. А в финале Оззи хотела воссоединиться и сыграть с группой несколько старых песен и тем самым поставить в своей карьере точку. Дио, узнав о предложении, сразу ответил на него резким отказом. Во-первых, это было унизительно выступать на разогреве в принципе для такой именитой команды. И уж тем более для Оззи Осборна, который неоднократно высказывался неуважительно в адрес группы и самих музыкантов. А в 80-й на каждом концерте Оззи присутствовал карьерик по имени Ронни, которого музыкант ритуально вешал. Дио тогда заявил, что кто-то целенаправленно хочет расколоть группу и у них это вполне успешно получается, но его слова не были услышаны. Ронни не собирался расставаться с Сэббот. Но, как отмечает музыкант, ни Айоми, ни Баклер не поинтересовались, почему он не хочет быть частью этого. Музыкант был не прочь и дальше работать с Сэббот, но эта ситуация и то, как проявили себя его коллеги по группе, поставили в их сотрудничестве жирную точку на долгие годы. Несмотря на отказ вокалиста, музыканты Блэк Сэббот все-таки отыграли на концертах у Оззи Осборна 14 и 15 ноября 1992 года. Когда Дио заявил, что не будет выступать на концертах Коста Месса, то Тони Айоми, как вероятную замену, назвал Тони Мартина, находящегося в то время на гастролях с Козе Паулс Хаммер. Но музыкант не смог прилететь сразу, поскольку нуждался в получении визы. Но затем, прежде чем Мартин успел получить ее, Роб Хелфорд, прослышавший о трудностях Блэк Сэббот, предложил группе свои услуги. Поскольку этот вокалист был более авторитетным в США для публики, чем Тони Мартин, группа решила отыграть эти два концерта в Коста Месса с ним. После у группы, как и у самого Хелфорда, не было никаких мыслей насчет продолжения совместной работы. И когда музыканты в 1993 году начали работать над новым альбомом, кандидатура в Тони Мартина была самой очевидной. Тони Мартин, описывая ситуацию с Коста Месса, вспоминает, что ему позвонила Глория Батлер и предложила отыграть с группой несколько концертов. Музыкант не сразу принял решение, поскольку у него остался негативный осадок после предыдущего опыта работы и расставания с Блэк Сэббот. Однако окружение вокариста начало убеждать его, что теперь-то точно музыканты усвоили урок, поняли свои ошибки и все интриги окончательно закончились. В итоге Мартин дает добро и собирается ехать в Коста Мессу, как внезапно опять звонит Глория Батлер и говорит, что, к сожалению, Мартину не разрешено выступать на этих мероприятиях. Музыкант опешивал и уточнил формулировку. Оказалось, что Венди Диво, жена и менеджер вокариста, была полностью ответственна на тот момент за концертную деятельность Блэк Сэббот и попросту отказалась подписать для Тони необходимую визу, чтобы он мог выступить на шоу. Глория Батлер добавила, что если все-таки Тони Мартин появится на концерте, то Венди Диво заставит его арестовать. Неожиданный поворот, не правда ли? Получается, то ли менеджер хотела сохранить за вокалистом место в группе, то ли просто хотела измести сорвать выступления Блэк Сэббот. Кто уж тут разберет. Одно можно сказать наверняка, жены менеджеры до добра не доводят. Сам Диво позднее назвал эти выступления в Коста Месси в конце тура Дихуманайзера позором, поскольку Айоми и Батлер были внезапно открыты к возвращению Оззи. Позором, потому что каждый из музыкантов принес определенные жертвы для воссоединения состава Диво Айоми Батлер Эписи и записи Дихуманайзера. Сам Диво распустил свою группу, а Айоми перед раз Блэк Сэббот и расстался с Тони Мартином. И ради чего? После выступления на Коста Месси были составлены контракты к воссоединению Блэк Сэббот в оригинальном составе, записи нового альбома и тура в его поддержку. Но в последнюю минуту Осбен решил не подписывать его. Билл Ворд ради Рьюниона распустил свой сольный проект и в результате ничего не произошло. И музыканту пришлось заново собирать состав, точно таким же способом поступил и Диво. А Тони Айоми с Гизером Батлером вновь оказались у разбитого корыта. Были слухи, что всю эту историю спланировала Шэрон Осборн, чтобы устранить потенциального конкурента. Что ж, если это действительно было так, то ее можно было поздравить, все прошло как по маслу. После Блэк Сэббот запишут еще два альбома и окончательно сломленные в 1996 году воссоединятся с Ози Осборном. И вплоть до 2007 года будут вести вялую концертную деятельность, периодически поднимая вопрос о записи нового материала оригинальным составом. Но все резко меняется в 2005 году, когда после выхода лучших вещей эпохи Осборна Тони Айоми приходит в голову мысль сделать аналогичный сборник эпохи Диво. Музыкант связывается с вокалистом и они начинают работать над концепцией релиза и тремя новыми вещами, написанными специально для него. После выхода Блэк Сэббот за Диво Ирс музыкант решает отыграть тур в его поддержку. И чтобы не вступать в очередную конфронтацию с Ози Осборном и не портить и без того сложные отношения, Тони Айоми принимает решение назвать группу Heaven and Hell в честь первого альбома эпохи Диво и одного из самых важных в дискографии группы. Несмотря на смену названия, всем было понятно, что это и есть те самые Блэк Сэббот состава Mop Rules. И в 2009 году Сэбботы радуют слушателей новой пластинкой, получившей лаконичное название The Devil You Know, ставшей последней по-настоящему студийной работой группы. Это было действительно творчество, а не имитация самих себя, как это стало в случае с 13. Нет, на The Devil You Know музыканты продолжали развивать свой стиль, и кто знает, как сложилась бы судьба группы и куда бы завели ее творческие поиски, если бы не смерть Диво. Альбом проекта Heaven and Hell закрыл квадрологию эпохи Диво. Пластинка получилась самой тяжелой и жестокой из всех. Композиция Bible Black плотно вписалась в классику группы. После смерти Диво многие начали подмечать в лирике различные метафоры и бессистемные знаки, указывающие по их мнению на то, что музыкант предчувствовал свой скорый конец. Одним из главных аргументов в этой теории было то, что Диво поблагодарил в буклете альбома «Неожиданно для всех» Ричи Блэкмора. Печально, что после всех этих лет, неоднократной творческой и успешной совместной работы, музыканты Black Sabbath предпочли вычеркнуть из своей истории такого человека, как Крони Джеймс Диво. Музыканта давно уже нет с нами, а кто-то до сих пор продолжает свою старческую борьбу с ним и его наследием. В итоге все творчество Black Sabbath после воссоединения в оригинальном составе сузилось до маленького прямоугольника первых восьми лет. Непонятно, почему у музыкантов были проблемы сначала с признанием вклада в историю Black Sabbath Тони Мартина, потом самого Диво и, наконец, Билла Уорда. Темная тень Шерон Осборн маячит над всем этим. Надо сказать, что весьма неприятными были слова участников Black Sabbath и о том, что 8 лет проведенных с Тони Мартином и записанные с ним 5 альбомов были просто поддержанием жизнедеятельности группы. Тогда мне хотелось бы знать, как они назовут то, что происходило с Black Sabbath после так называемого Реюниона 1996 года, вплоть до создания группы Heaven and Hell. Безусловно, история будет еще переписана и не раз, но на среде Диво по-прежнему будут волновать людские сердца и души, как бы кто этому не противился, поскольку музыка сильнее любого текста. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, поддерживать при возможности и желании канал и обязательно оставляйте свое мнение в комментариях. До скорых встреч! Удачи!